Всем привет! В этом видео я хотел бы поделиться с тем, какие у меня успехи в раскрутке своего канала, так сказать, с нуля. Канал я создал свой, вот этот, МЛДЦП, хотя изначально назывался по-другому, я уже не помню, как он назывался изначально, это я потом его переименовал, когда я решил его раскручивать, я переименовал, решил назвать его МЛДЦП. Вот. Создал я этот канал аж в далеком 2013 году. Создал чисто для того, чтобы залить какое-то видео. У меня два канала. Один, который я не хочу называть сейчас, к этому делу не имеет отношения. Вот. И второй канал, вот этот. Этот канал я создал чисто только для того, чтобы залить один ролик. Потому что я думал, что если я его залью на тот основной канал, то возможно я получу страйк. В общем, этот канал я создал чисто для того, чтобы заливать ролики, на которые, я думаю, мог бы прилететь страйк, и за которые мой канал могли бы заболеть. В общем, и за это я создал этот канал. Вот. И вот залил в 2013 году ролик. И где-то сейчас скажу. 2013. Это... Четыре года. Да. Четыре года я ничего на этот канал не заливал. Четыре года. И только вот 26 февраля 2017 года я залил свой первый ролик. Я переномал канал. Я залил свой первый ролик. Первая ссылка в видео приветствие. Ссылку на который я дам под описанием... В описании этого ролика. Я залил свой... Своё первое видео приветствие. И я решил развивать этот канал. Я не помню, сколько у меня было подписчиков. По-моему, изначально у меня даже было ноль подписчиков. Ну, может, один. Я уже не помню. И, в общем, я решил заливать ролики. Изначально решил заливать ролики, которые буду снимать на свой мобильник. Вот. Я заливал такие ролики. Там рассказывал о своей жизни. Показывал им какие-то поездки свои. Даже был эксперимент. Я решил снять видео по такому персонажу, как Шлицы. Назвал великий комик 20 века. Это мужчина-инвалид, который жил в начале 20 века. У него была микроцефалия. Это такая инвалидность, при которой черепная коробка не развивается. То есть, тело само развивается, оно взрослеет, нижняя часть лица развивается, а вот именно черепная коробка и мозг остаются, как у ребёнка. Называется микроцефалия. И вот это был такой персонаж. Он выступал в цирке. К сожалению, да. Из-за того, что черепная коробка и мозг не развивались. Ну, и интеллект был, как у ребёнка. Буквально там 4-летнего. Хотя это был взрослый мужчина. Но интеллект у него был. Ребёнка. Ну, всех, кто с ним общался, казалось, что он был добродушный, совсем. Не агрессивный, не злой. Общительный. На удивление, правда, речь его была не очень хорошая, не очень чёткая. Бедная на слова, потому что, ну, не мог он много слов заполнить всем мозгом. Но человек был интересный. В общем, такой у меня был эксперимент. Он набрал 2000 с чем-то просмотров. Возможно, даже благодаря этому ролику у меня стало немножко больше подписчиков. И что хочу сказать. Вот спустя два года, вот на момент 8-го, на 4-го, 2019-го, на моём канале всего лишь 11 подписчиков. Всего лишь 11 подписчиков. И я не знаю, к сожалению, что с этим делать. Каким контентом наполняется канал. Я уже всё пробовал. Я уже вот даже вот в последнее время ударился в стриме игр, в залитии роликах об играх. Но всё равно подписчики не идут. Буквально там по одному подписчику в неделю и то скрипя зубами, кто-то заходит на стрим. И я его прошу подписаться. Только таким образом я как-то получаю подписчиков. Люди очень неохотно подписываются. Заходишь, бывают, на канал какой-нибудь. Ну, блин, ну, канал, который совершенно ничем не отличается от других. Всякие девушки красивые, которые стримают игры, которые эти канала сто пятьсот. И у каждой там будет по несколько тысяч подписчиков, по несколько десятков тысяч подписчиков. парни тоже несколько тысяч подписчиков и все они копилы друг друга все они похожи у меня канал не совсем похож на другие я вот даже специально вот хожу по другим каналам пользуюсь поиском на ютубе то есть находить что-то похожее как у меня и честно говоря не что-то похожее есть у меня но другого чего-то нету я тут только у меня такой на канале и все равно подписчики не идут вот вот не знаю чем их привлечь на мой канал не знаю не могу понять что мне записывать что стримить чтобы подписчики подписывались на мой канал чтобы я как-то мог получить монетизацию потому что к сожалению такие люди как я не могут зарабатывать как-то скажут занимаясь программированием нет это к сожалению не для меня я очень не люблю цифры у меня не очень хорошая память потому что программирование это не для меня а еще мне плохо с усидчивостью я не очень невыносимка это монотонная однообразная работа я люблю постоянно все новое постоянно когда вокруг меня что-то меняется постоянно все новое люблю и когда надо монотонно чем-то заниматься однообразным это просто ведь меня убивает я не могу таким долго заниматься поэтому а зарабатывать как-то надо потому что на одну пенсию жить это тоже не дело и вот как мне заработать на своем канале я не знаю что мне делать возможно у вас зрители какие-то будут советы поделитесь ими в комментарии буду благодарен ну а на этом все это был такой такой как сказать видео отчет о проделанной работе о своих мыслях насчет своего канала по прошествии два года спасибо всем за внимание